Приветствую вас. Как вы могли заметить, ваше поведение по отношению к девушке вызвало достаточно серьезную негативную реакцию. И, как вы понимаете сами, ваши действия, они привели к тому, что девушка вам сказала, что вы в ее глазах упали, ну и так далее, но на самом деле это еще далеко не факт, что это правда, но тем не менее, ей было неприятно наблюдать подобную историю, когда вы там и писали ей, и писали ее подруге. И это нам совершенно точно. Вот. Значит, смотрите, когда получается история, то, чего хотите вы, да, вот, то, чего хотите вы. Это одно. И это имеет место быть. Это имеет место быть, быть правдой. То, чего вы хотите. Ну, потому что это ваше желание, потому что это ваши потребности, потому что вы этого желаете. Для чего бы вам не хотели, для чего бы вам не была нужна девушка. Вот. Все равно вы этого хотите. Все равно вам это нужно. Как бы там, как бы там, как бы там, как бы там что ни было, вам это нужно. Вот. И, значит, ваше желание, они есть. Но ваше желание в данном случае, как бы отвлекают вас от того, чтобы выстраивать отношения, ну, адекватные с девушками или с девушкой. Неважно. Вот. Отвлекают вас. Потому что вам-то хочется чего-то для себя, вам хочется чего-то уже здесь и сейчас. А девушка вам это, во-первых, дать так сразу не готова. Это во-первых. А во-вторых, даже если она вам вот это даст, даже если она даст вам то, что вы хотите, то совсем не факт, что она даст вам это так, как вы хотите. Действительно. Ну, вот, на самом деле, как вы этого хотите. Понимаете? Вот. То есть, как ни крути, как ни крути, ну, везде может быть, вы можете быть везде в проигрыше. Вот. И я надеюсь, вы понимаете, что дело здесь не в каких-то моментах, да, как, например, секс, дело здесь не в каких-то моментах, как, там, человеческое тепло и так далее. Нет. Дело здесь скорее именно в ваших желаниях. То есть, ваши желания, они что-то из себя представляют. Ваши желания нуждаются в реализации. Поэтому в этом конкретном случае я вам рекомендую в первую очередь обратить внимание именно на то, чего хотите вы от девушки. Что нужно вам от девушки. Понимаете? Вот это и является самым главным здесь. Ну, вы не задаете своего вопроса, да? То есть, вы не пишете свой вопрос, как бы, от психологов-то, собственно, чего хотите вы. Да? Вы не задаете этот вопрос. И мне кажется, что вот это тоже весьма серьезный показатель. То есть, если вы не задаете вопрос, значит, у вас нет нацеленности, настроя на то, чтобы, ну, чтобы работать над собой. На то, чтобы ситуацию исправлять как-то. Вот. То есть, первое, это ваши желания. И второе, что вы хотите от психологов. Вот. Если вернуть девушку, это одно. Тут мы вам можем помочь поскольку. Поскольку. Если увидеть причины, по которым вы так себя с девушкой вели, да, вот, ну, с чем связано ваше такое вот паническое поведение, такое даже истеричное поведение, я бы сказал, немного. Вот. Если определиться с этим, это в этом, мы можем вам помочь, безусловно. Но для этого нужно ваше желание. Для этого нужно, чтобы вы этого хотели. Для этого нужно, чтобы вы стремились к этому. Да? Вот. Таким образом, можно сделать вывод, я надеюсь, что произошедшее с вами ни в коем случае не является случайностью, а является закономерностью следствием ваших желаний, следствием реализации ваших желаний, которые остаются неудовлетворенными до сих пор. Ну, в эфире психологии вы стремитесь к слиянию, вы стремитесь к инфлюентности, и стремление к слиянию означает, ну, я бы сказал, такой, знаете, не совсем здоровый контакт с человеком. То есть это, как бы, контакт с человеком в обход с себя. Это контакт с человеком в обход с своих силами, в обход с своих границ. Вот. То есть, вот вы, например, вы говорите, да, у меня бросила девушка, перед этим я стала навязываться. Зачем? Для чего вы стали навязывать? А, значит, сначала стала игнорить, потом сказала дать ей время. Почему вы не дали ей время? Потом я встал отстать ее подруге, мол, как вернуть? А зачем? Почему вы выбрали подругу? Для чего вы прибегли к третьим лицам? Подруга сказала, что никак, я очень птиканул. И для чего, в общем, птиканул? И наговорили гадостей. Я очень птиканул, наговорил гадостей. Кому? После этого моя девушка, когда он сдуял, упал в ее голове, как мужчина, и больше никогда не хочет видеть меня. Ну, это нормально. То реакция нормально. Как считаете вы? Во всех социальных сетях она удалила и игнорит. Ее подруга сказала, что вернуть я ее не смогу. Но моя девушка очень самобичен. Это нормально. Я пытался извиниться, но с ее стороны полный игнорит, только раз ответила и сказала, что я бы оставил ее. И это правда. Это правда. Она постоянно испытывает ваше давление на нее. Знаете, и самое главное, что вы действительно падаете в ее глазах, когда ведете себя так. Например, девушка понимает, что у вас к себе нет никакого уважения. И вот, собственно, это и является важным. По какой причине вы так всегда ведете? Подумайте. Не надо обвинять. Не нужно там, как бы, скакываться в какие-то оценочные суждения, правильно вы поступали или нет. Если вы поступали так, значит, для вас это имело смысл. Вопрос только в том, что этот смысл никак не совместен с построением отношений. Вопрос только в том, что вы в этом контексте думаете только о себе, к сожалению. Вы не думаете о девушке, вы не думаете о том, каково есть. И, на мой взгляд, ключевой момент именно в том, чтобы вы определили для себя, из-за чего вы птиханули. Вот, конкретно. Конкретно. По какой причине вы это сделали? Именно, птиханули. Вот. Мне кажется, это поможет вам как-то вот скоординировать себя для того, чтобы не повторить уже тех ошибок, которые вы совершали. Ну и, естественно, нужно сделать выводы. Естественно, нужно как бы опыт извлекать из того, что произошло. Потому что у такого поведения, как у вас, когда вы навязываетесь, у этого поведения есть свои причины. И я полагаю, что эти причины в первую очередь нуждаются в выяснении. То есть, чтобы вы сами знали, почему вы так себя ведете. Чтобы вы понимали, что это проблема важна. Это не проблема девочки. Вот так. Вот так. То есть, начните с того, чтобы сформировать свой запрос к психологу, чего вы хотите конкретно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.